Всем привет! С вами футбольный клуб «Шахтеры» и я, Олига Каленчук. На календаре 21 августа это значит, что сегодня первый тур украинской премьер-лиги сезона 2020-2021. И первый поединок оранжево-черные проведут против Колоса и Сковаревки. Интересно, что между прошлым и новым сезоном у подопечных Луиша Каштру было всего лишь три дня. Команда вернулась из Германии 18 августа, где завершила свое выступление в Лиге Европы на полуфинальном этапе. «Шахтер» установил рекорд Украины в клубном рейтинге УЕФА, занимая 12 место в Европе. Вы можете себе представить, какая это гордость для нашей страны и для Украины. Уже вернувшись в Украину, 19 августа «Шахтер» возобновил тренировки Святошина и продолжил подготовку к нынешнему поединку. Напомню, что минувший чемпионат «Шахтер» выиграл с рекордным отрывом в 23 очка от второго места. Если говорить о сопернике, о «Колосе», то он завершил прошлый сезон, замыкая первую шестерку. И подопечные Руслана Костышина в двухраундовом плей-оффе добыли себе место в квалификации Лиги Европы, обыграв «Днепр-1» и «Мариуполь». Далее у команды из «Колосе» с «Ковалевки» был отпуск, вернувшись из которого они приступили к сборам в Полтавской области и продолжили подготовку против «Донецкого шахтера». Именно «Колосу» горняки чаще всего забивали в прошлом чемпионате. 13 мячей в четырех поединках. Если вспомнить предыдущие матчи, то первый официальный матч между «Колосом» и «Шахтером» прошел с разгромной победой «Шахтера» 6-0. Голы тогда забивали «Жуниор Морайес», «Тайсон», «Евгений Коноплянко» и «Дудо». Следующий матч был более конкурентным и завершился с отчетом 4-3. И победный решающий гол забил «Морайес». Во второй части сезона команды встречались на НСК «Олимпийский» и оба матча завершились победами «Шахтера» 1-0 и 2-0. Ну что же, а как завершится поединок сегодня, мы уже узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. Напомню, что вчера прошел матч между дублирующими составами «Колоса» и «Шахтера», где «Шахтер» Ю-21 разгромно выиграл у «Колоса» Ю-21 4-0. Еще из новостей команды следует отметить, что два футболиста сменили игровой номер. «Дудо» теперь играет под вторым игровым номером, а «Евгений Коноплянко» под 70-м. Ну что же, сейчас, думаю, самое время приступить к составу команд. В воротах будет Анатолий Трубин вместо капитана команды Андрея Пятого. Линия обороны будет выглядеть следующим образом. «Дудо», «Валерий Бондарь», «Сергей Кривцов» и «Николай Матвиенко». В полузащите будут действовать Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон и Марлос. И линию атаки, в острии атаки, мы увидим, конечно же, жуниора Морайса. И сейчас с нами на включении ассистент главного тренера Витор Северина, у которого мы узнаем о подготовке «Шахтера» к сегодняшнему матчу. Здравствуйте, рада вас видеть сегодня здесь. Расскажите, пожалуйста. У «Шахтера» было всего лишь несколько дней между прошлым и новым чемпионатом. Хватило ли команды времени восстановиться после Лиги Европы и возобновить свои силы перед чемпионатом Украины? Да, конечно же, этот сезон отличается. Совсем мало времени было для отдыха между сезонами. Но отдых должен быть прежде всего психологическим. И, в принципе, это была наша стратегия на эти дни. Мы постарались настроить игроков, чтобы последний сезон уже закончился. Сейчас мы начинаем совершенно новый сезон, но с теми же целями. Очень важно показывать такой же эстетический, красивый, атакующий футбол. И, конечно же, зарабатывать титулы. Сегодня первый шаг на пути к этому. И мы готовы, да. Сегодня будут играть молодые игроки. Анатолий Трубин, Валерий Бондарь. Это было чье решение? Решение тренера, дать отдохнуть Андрею Кадову? Еще раночка, чтобы покупать. Да, конечно же, это всегда решение тренера. Это ДНК Шахтера. Нам очень важно выращивать молодых игроков, молодых талантей. Не потому, что они сейчас еще достаточно молодые. У них просто есть достаточно качество, чтобы играть в нашей команде. И это такой же случай. Это уже происходило не раз. И в прошлом году у ребят всегда было место показывать себя в поле, чтобы прибавлять. Так вы будете видеть и в следующих играх, и, я думаю, в следующих сезонах. Это проект Шахтера. Выращивать молодых игроков и поблагодарить будущее Шахтера. Можете ли приоткрыть занавес перед болельщиками, перед зрителями, кто сегодня выйдет в капитанской повязке Шахтера? Капитан команды сегодня будет Тарас Степаненко. Если дальнейшие домашние матчи Шахтер будет проводить на НСК Олимпийский, насколько это хорошо или плохо для команды? Как вы считаете? Это было решение клубом. Я думаю, что клуб принимает только те решения, которые дадут максимальный комфорт для команды. Понятно, что по логистике отменяется огромное количество перелетов, и это не может быть нехорошо. Но правда в том, что эта команда, в принципе, уже привыкла к постоянным переездам. Мы привыкли к этим сложностям уже некоторое время. Тем не менее, продолжаем всегда выигрывать, показывать качественный футбол. Поэтому, играя здесь, либо играя в Харькове, либо играя в любом другом городе, мы можем гарантировать, что мы будем работать с той же отдачей, придерживаясь той же философии. И ребята всегда сконцентрированы, независимо от стадиона и от города. С какими задачами и надеждами вы начинаете новый сезон? Начинаем новый сезон с задачей вырастить и улучшить еще больше нашу идею игры, прибавлять всегда в своей атакующей и оборонительной игре, подготавливать будущее шахтера каждый день. И, конечно же, бороться для того, чтобы зарабатывать все титулы, за которые мы можем бороться. Оставлять всегда имидж красивой, эстетической, атакующей игры. Большое спасибо. С нами был ассистент главного тренера Виттер Сибирина. А я с вами буду прощаться. Команда уже выходит на предматчевую разминку, которую вы сейчас можете увидеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА